Всем привет, с вами Вера, и я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет обзор покупок из Ашана. Итак, я обещала рассказать вам об акварели Луч, и сегодня я это сделаю. Не с первой попытки, так со второй. Сегодня будет все о ней. Соответственно, я не буду пока ничего говорить про бумагу для гуаши. Скорее всего, вы о бумаге узнаете из моего инстаграма. Я что-нибудь на ней нарисую и обязательно выложу свой отзыв. Ну, или, например, сделаю выпуск, в котором буду рассказывать всяческие истории из жизни и рисовать на этой бумаге. И в конце выскажу свое мнение о ней. Кстати, огромное спасибо всем, кто описал мне марки качественный гуаши, особенно после обзора вот этой гуаши от Луч. Мне под тем видео некоторые написали, что она со временем начинает расслаиваться и приносить неудобства некоторым рисующим. Так что у меня все хорошо с ней пока, но за отзывы спасибо. И за рекомендации различных марок тоже спасибо. Так, значит, вот эти карандаши я сегодня показывать тоже не буду. Их обзор будет отдельным, уютным видео. Также, возможно, с интересными историями из жизни. Возможно. А может быть, я все переиграю и будет все как-то по-другому. В общем, я человек настроения. Сегодня я попробую вот этот маркер зато и тоже пару слов о нем скажу. Итак, в Ашане я приобрела вот такой альбом для акварели со 100% целлюлозной бумагой внутри. Фактура у бумаги приятная, зернистая, немного напоминающая хлопковую китайскую бумагу Ба Хонг. Вот так вот действительно. Но это на самом деле российская целлюлозная бумага, поэтому сегодня я буду рисовать именно в этом альбоме и тоже о нем скажу свое мнение. Что ж, акварель луч. Вы так просили ее обзор, что я даже вначале купила не ту акварель луч, которую нужно. И сделала обзор на нее. Искренне думая, что именно о ней вы хотели услышать на моем канале. Но, как оказалось, это не та акварель. А та самая вот. Луч Делюкс. Художественная. Если честно, я даже не обращала внимания на то, что это акварель от луч. Просто видела какую-то художественную акварель и все. Кстати, я тоже обратила внимание, что в прошлом видео я не выкрасила синий в этой палитре. Но в итоге я рисовала этим цветом, если вы обратили внимание. Это я сейчас к тому, что если вдруг и сегодня что-то не выкрашу, хотя такого не будет. Не серчайте. Рисовать я все же буду и итог вам обязательно покажу. Со всех сторон рассмотрим эту акварель и выскажем о ней все, что думаешь. Хэштег прелести не спонсируемого канала без всяких бартеров. Вы знаете, когда я распаковала ее еще в магазине, я была, честно говоря, в шоке. Что это? Как это? Почему это? За что это? Неужели это та самая акварель, которую серьезно сравнивают с профессиональной? Особой разницы с детячей акварелью я не вижу, кроме, конечно, палитры цветов. Художественная, правда, с большим количеством каких-то пузырьков на поверхности. Непонятно, сколько тут краски налита. Но у меня есть для вас решение. Чуть позже я все покажу и вымажу. Вот детская акварель поближе для сравнения. Очевидно, что в художественной действительно много пузырьков. Акварель будто вспененная. Но это не так сильно важно для рисования. Что касается внутреннего содержания, то на художественной, которая люкс, написано. Вода питьевая, гумиарабик, глицерин, патока, пигмент, наполнители и консервант. У меня для вас плохие новости. Я думаю, что гумиарабик не спасет всю ситуацию. Во-первых, производитель не указал название цветов. Ну, понятно. Зато написал, что краски имеют великолепную прозрачность, хорошую разносимость, высокую интенсивность, яркость и чистоту тона и легкую наполняемость кисти. То есть она такая, опа, и вдохновилась, наполнилась. Ладно, это я уже просто начинаю смеяться над этим всем. Ну, вы сами напросились. Я проверю каждый пункт. На детской дописано в составе. Вода, декстрин, глицерин, мед, патока, пигменты, наполнители и консервант. Ну, к детской я и не придиралась. Просто рисовала я ее и все. Придиралась я ее, потому что реально думала, что это та самая акварель. Извините. Ну, а художественную я сегодня со всех сторон проверю. Кстати, если вы ищете себе хорошие акварели для начала, то я очень рекомендую краски Санет. Я делала о них подробнейший выпуск, критиковала и указывала все их сильные и слабые стороны. И даже записала отдельный урок по рисованию акварелью Санет. Ну, и там же я рассказывала о новых белильных цветах белых ночей. В общем, для выпуска я краски покупала сама. Это для тех, кто пишет, что меня все спонсируют. Неправда. Я все сама покупаю и имею право высказать все. Но спустя несколько дней Невская палитра неожиданно прислала мне точно такие же цвета. Просто в подарок или на обзор. И даже немножко больше цветов. Поэтому я хочу их разыграть в своем инстаграме. Следите внимательно за моими публикациями. А выпуск тот посмотрите. Вы действительно не пожалеете. Особенно, если вы пользовались Санетом. К слову, помните прошлый выпуск из Ашана, где я спрашивала, зачем вот такие маленькие мольберты? Вот там же нашла мини-холст. Под стать. Теперь это выглядит вот так. И вот в сравнении с мини-холстом. Не знаю, зачем я это вам показываю, но мне безумно нравится вот это все. Возможно, у кого-то это тоже вызывает такой же восторг. Что ж, пришло время сделать выкраску. А пока вы будете наблюдать все ее действия, расскажу вам недавние случаи, которые заставили меня задуматься немного. К сожалению, фраза из заголовка не кликбейт. Дело в том, что на рабочую почту мне много вообще кто пишет предложения по сотрудничеству. И не только по сотрудничеству. Все что угодно пишет. Естественно, насколько вы сами можете судить, по очень редкой рекламе я отсеиваю очень и очень многих. Поэтому позволю себе ответить хейтерам, которые пишут о якобы большом количестве рекламы на канале. Дай вам, вот вам в руки инструмент в виде моего канала. Вы бы за неделю превратили его в свалку из рекламы. Из жажды наживы, из неуважения к аудитории или из вашей тупости. Я все сказала. Ну, все что приличное можно было сказать. Да простят меня мои любимые и преданные зрители. Я не могла молчать уже. Вот действительно достали. Продолжу. Пишет мне недавно представитель рекламного агентства для рекламы игры. Вроде игра такая есть и сама я в нее, только не удивляйтесь, одно время играла. Подобная реклама не была бы натянутой, ведь я прям знала, что именно могу рассказать об этом. Поэтому решила ответить согласием на предложение, отправив встречные требования и условия рекламы. Я прошу у человека выслать мне техзадания и немного больше конкретики. Ведь если требования рекламодателя не совпадут с моими ожиданиями и с моим форматом рекламы на канале, то как бы все там здорово ни было, я не соглашусь. В ответном письме мне ничего конкретного опять не пишут, но завлекают каким-то там долгосрочным контрактом и спонсорством проектов канала. Ммм, здорово думаю про себя я и еще раз настоятельно прошу выслать ТЗ и что от меня конкретно хотят. Платят ли они налоги, условия контракта в конце концов. В ответ присылают ссылку на какой-то странный файлообменник и говорят, нужно скачать файл и посмотреть его на компе, мол там все объяснено. Странно подумала я обычно, так безграмотно рекламные агенты не общаются и начала подозревать уже тогда обман. Во-первых, файлообменник какой-то подозрительный. Дело в том, что все известные современные файлообменники вроде Яндекс Диска или Гугл Диска проверяют файлы на вирусы и сразу сообщают о вирусе при попытке скачивания. А тут именно какой-то левый файлообменник. Во-вторых, все мои просьбы о письменном ТЗ пресекались в переписке на корню отправлением на скачивание файла. Это вот прям согласитесь странно. Неужели сложно отправить подробности в письменном виде? Короче, передала я это дело более опытному человеку нашей команды и он ради фана безопасно скачал, проверил на вирусы и сообщил, что файл с обменника это что-то непонятное с расширением SCR. То есть это скрипт. И открывать его на компе небезопасно и даже глупо. Мы уже к тому моменту поняли, что дело пахнет жареным, но уже ради смеха спросили, а чем открыть файл-то можно? Вместо ответа вот на конкретный достаточно вопрос пришел вопрос, а какая у вас операционная система? С этого момента у нас сомнений не было, что с нами переписываются мошенники, цель которого, чтобы мы запустили скрипт на компе. В итоге нам ответили, что для открывания файла нужна конкретно операционная система Windows 10, а все что мы другое перечисляли не подходит. Вот все другие операционные системы. Переводя на русский, это означает, что мошенник написал вирус конкретно для 10 винды, используя то, что 10 виндуз пишет с клавиатурой абсолютно всю информацию пользователя, включая, естественно, пароли. Вирус имел цель кражи именно паролей. Я бы и забыла об этом пустячке, если бы не повторение точь-в-точь этой же ситуации спустя еще несколько дней. Другое рекламное предложение, вроде тоже все официально выглядит, также ничего конкретного и игнор всех требований о ТЗ, контракте, всех условиях. Только завлекание интересными предложениями, но обязательным скачиванием и устанавливанием программы. Во втором, кстати, случае просили, внимание, прорекламировать приложение на телефон, но установить его просили на компе. Надо же, какое странное совпадение, что во второй раз файл тоже был скриптом. Знаете, никто не застрахован от глупостей, и написать можно кому угодно и что угодно, и у меня бывают состояния, когда они максимально собраны, а какая-то рассеянная. И вполне возможно, что я могла бы что-то и открыть, и тоже стать жертвой. И у кого-то можно таким образом, например, украсть канал, а у кого-то банковские данные или да вообще что угодно. Поэтому, ребята, будьте бдительны. Я надеюсь, кому-то эта история была назиданием, или сейчас у вас идет какая-нибудь такая же переписка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, давайте вначале покажу вам выкраску поближе. Естественно, я буду гундеть о том, что нет нигде указаний ни светостойкости, ни названий цветов. То есть сравнение с профессиональной акварелью просто глупость полнейшая. То есть ты приходишь, например, в художественную школу с этой акварелью. Ну вот на это же рассчитывает производитель. И преподаватель говорит, возьмите охру. И ты такой, так-так-так-так, а где здесь охра? А охры здесь нет. Ну то есть она есть, но никак не названа. Скорее всего, вот она. Или, например, кармий желтый средний. Господи, где его там искать? В общем, суть моих претензий вы поняли. Очень важно иметь понимание о названии цветов. Иначе учиться с такими красками, будь они трижды художественными и семи пядей во лбу, ну не получится, согласитесь. Второй момент – это некая песочность в этих красках. И это видно при ближайшем рассмотрении. Особенно вот этот цвет. Он, кстати, также и на гуашь походит. Видите, это в каких-то цветах сильно заметно, в каких-то менее заметно. Но это есть. И это никак не скроешь. Еще мне очень непонятна палитра. Поясню. У нас вроде как идет спектр желтого цвета, потом оранжевого, потом охристые оттенки, потом розовый, потом вновь оранжевый, потом фиолетово-розовый или красный. Или это вовсе хинокридон розовый, но мы названия не знаем. И дальше зеленый, потом вновь красный, потом опять зеленый, потом синий внезапно, потом фиолетовый, потом вновь синий, фиолетовый. Боже мой, как не запутаться. Я не знаю, к чему это сделано, но потом идет черный и внезапно земляной цвет и зеленый, без комментариев. Все сделано максимально нелогично, чтобы ты еще долго путался, наверное, в палитре, где какой у тебя там оттенок синего, зеленого или любого другого цвета. Причем я пыталась уловить логику и построчно, и по столбцам палитры, но не нашла ее. Ну пусть будет так. Еще я отметила, что краски при густом наложении блестят. И это не как у Сенет, где блестят некоторые цвета. Тут блестят все, если хорошенько наслоить. Это видно и на рисунке, и на выкраске. Более того, блестящим участком работы липнет бумага. Продолжать, думаю, дальше не стоит. Могу сказать, что рисовала я все же с удовольствием. Как бы там ни было, но эти краски чуть получше детской акварели луча. Вышла даже довольно ярко и легко. Все, что мне было нужно, я с легкостью смогла намешать, но опять же, благодаря опыту работы с профессиональными материалами и их названиями. Я просто наизусть знаю все самые свои любимые смеси акварели, и в уме представляю, какие оттенки красок для этого необходимо брать. То есть в этом случае я ориентировалась по оттенку и намешивала так, как мешало бы свои профессиональные краски. Например, я знаю, что ультрамарин смеси с любым желтым дает очень грязный оттенок зеленого, который идеально подходит для инжира. Ну вообще мне очень нравится этот грязный оттенок зеленого. Если к месту его использовать, то прям все здорово вяжется. И у меня абсолютно четкое знание цветовой теории и понимание, по какой причине смесь выходит именно грязная и бледно-зеленая на самом деле. А здесь ты просто тыкаешь пальцем в небо, получаешь грязную смесь и даже не знаешь, по какой причине она грязная. И начинаешь думать на себя. Работая с такими красками, ты не учишься. Ты не придешь после них в магазин с четким пониманием, какие тебе нужны цвета, купить свою первую профессиональную палитру. Еще эта акварель довольно мылкая. Как бы они там не говорили, что они хорошо набираются на кисть, я бы сказала, что нет. На кисть набирать надо с усилием. Сложно набрать темный тон. Сильно утемнить получится только лессировками, но они потом будут блестеть. Я клоню к тому, что у нас имеется акварель в принципе с хорошими исходными данными, но полным непониманием производителя, для кого он делает этот продукт. Еще и за 400 с лишним рублей. На мой взгляд, он в нынешнем состоянии подойдет только деткам в садике открытки рисовать. Простите, но так и есть. А теперь давайте проверим разносимость, о которой говорит производитель. Возьму любой цвет, пусть он будет вот такой, похожий на карминовый. И на бумаге, если краску класть густо, видны полосы. У профессиональной акварели они при высыхании исчезают за счет отличной разносимости. Что и требовалось доказать. После высыхания никакой разносимости и в помине нет. Значит мне не показалось, что эту акварель все же нужно укладывать для красоты акварельных потеков. Акварель нужно укладывать, ну это странно, но так и есть. Даже на керамической палитре акварель высохла жирной пленкой. Видно, что она не совсем прозрачная и воздушная, и плохо разносимая. Даже остались полосы. Правда, надо отдать должное, она действительно хорошо смешивается. И довольно яркая, если сравнивать с детской серией луча. И тут производитель не соврал. Но, ну вот, непрозрачная она, конечно. Однако в сравнении с акварелью Сонет, сразу видно, насколько луч не добирает яркости и художественности. Все. Вопросы все отпали. И мне действительно стало интересно, сколько каждого цвета мы получаем. Поэтому я соскребала черный цвет в стандартную полуквету. Что в детской серии, что в художественной. Примерно на целую полуквету и выходит. Я не стала досконально прям соскребать все, потому как краска очень туго соскребалась. А уж как весело отмывалась. И это при том, что я забыла, что есть такое понятие, как масса нетто. Ее пишут на всех упаковках. Я просто могла бы ее разделить на количество цветов и получить количество граммов краски. Но зато получилось очень зрелищно, согласитесь. Я делаю вывод, что художественный акварель от луча просто, ну, чуточку получше их детской серии. И если бы производитель действительно хотел что-то сделать для художки, то уже давно бы доработал продукт и сделал бы все по уму. Неужели они сами не понимают, что учиться с такими красками невозможно? Неужели они считают, что преподаватель скажет, «А возьмите третью краску во втором ряду?» «А справа или слева брать?» «Бери с любого края, не ошибешься». Такой диалог они себе представляют. Пока что это сырая вещь, больше предназначенная для баловства. Вот, кстати, как выглядит их белый цвет на черной бумаге. Даже он блестит. Мне и маркер не очень понравился в этот раз. Он не укрывист, полупрозрачный, белый, ну, перманентный зато. Хотелось плотного, конечно, цвета, который бы к тому же не набирал цвет прямо с рисунка. Напоследок я покажу вам дно стаканчика с водой, в которой я макала кисть от этих красок. Видите, вода мутная. Сейчас я ее вылила и получила вот такой белесый осадок. Зато бумага мне прям очень понравилась. Классная. Имейте в виду, что плотность в 200 грамм на метр не позволяет много воды лить и долго с ней, в принципе, работать. Такая плотность быстро сохнет. Она для быстрых прям зарисовочек в один-два слоя, чтобы не замучить бумагу до катышек. Имейте в виду, что она довольно быстро до катышек доходит. В общем, для быстрых экспрессивных зарисовок, для выкрасок, теста красок, для баловства бумага прям идеальна. Мне она понравилась. Буду на ней рисовать вам выкраски и тестировать краски и дальше. Идеально. Особенно цвет ее. Вот такой белый. Не ядерно-белый, а нормальный белый. Не знаю, как объяснить, но мне вот нравится именно такой тон бумаги. На этой мажорной ноте я с вами прощаюсь. До следующего крутого выпуска. Я вас очень всех люблю. Берегите себя. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!